В предыдущих сериях Я приехал к своему лучшему другу Полу Сайрину Джек Джойс Собственной персоной Он хотел мне показать, над чем работал Пол сказал, это изменит мир На две минуты в прошлое Джек Уилл? Помоги отключить Надо отключить ее сейчас же Не в любое состояние Что же мы натворили? Джек! Другого пути нет Я пройду через машину Пол Стой, нет Джек, сюда Джек! Ты Джек Джойс Где мой брат? Ты их еще догонишь Пол? Прости, Джек Я этого не хотел Действуем жестко Любые угрозы нашему плану должны быть устранены Давайте поговорим о событиях в доках Сотрудники монарха перевезли вас из университета К верфи на базу Эпицентр Все еще огорчена, да? Вы были связаны и без сознания Уилл? Лиамберг отправился за вами Но вы исчезли Как? А я лунатик Отойди! Немедленно! Брось пушку Я не могу Дак? Дак? Нам известно, что вам как-то помогла Бет Уайлдер Значит, и остальное вам известно? Нет Потому что все свидетели ваших дальнейших действий Мертвы Я понятия не имел, куда я попал и почему И даже не задавался этими вопросами Казалось, что мне все это снится Я просто ждал, когда проснусь Старая промзона А почему сюда? Другого пути нет Странно Ага Значит, длится оно Недолго Когда произошел разлом Некоторые вещи как бы Поплыли во времени Мои новые способности Позволяли мне их перемещать Откатывать назад Хорошо Подайте вертолет в доке Я полечу на остров Вас поняла Вертолет прибыл Лицо пола на экране было Словно соль на рану Мне не сбежать от того, что случилось Того, что он сделал Я должен был понять, зачем он так поступил И одновременно мне хотелось всадить ему пулю в башку Не дав открыть рот Нам отправить еще людей на поиски Джойса? Нет Ваша основная цель Разобраться со свидетелями Нас тут не было А Джек сам Это последний свидетель? Не, с последними разбирается группа жнец в секторе А3 А почему нам выдали список целей только после универа? Почему мы просто не перебили всех там? Слишком много посторонних глаз Вот и пришлось перебраться сюда Черт и что Репортеры нам глотят Берегись! Сейчас я ему задам Заряжаю! Союзник объектив Заходи сбоку! Союзник объектив Слава Богу Это за Уилла Кажется, кроме лифта мне идти некуда Тут где-то должен быть генератор Нет питания Как всегда Вот так Это еще что такое? Алло Джек, это Бет Уайлдер Бет Это тебя искал мой брат Я пыталась тебя спасти Когда ты вдруг решил поиграть в Рэмбо на складе Ладно Слушай внимательно Ты на задворках хронон добывающей базы монарха Пол Сайрин в доках Тут, неподалеку Веселого мало, но возможно нам... Доки Если Пол и правда в доках То мне туда Нет Джек, нам нужно заняться разломом Время на исходе Уилл сказал он Уилл мертв А мой лучший друг стал гребаным чудовищем Он знал, что это произойдет Готовился заранее Он знает, что происходит Я найду его Мы оба знаем, что если ты найдешь Сайрина То не допрашивать его будешь Подумай, как... Пол был там, в доках Я понял, где я У брата в промзоне была мастерская Совпадением это быть не могло Боже, сука Ты его убил? Нет, 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 нет Эй, эй Не жми, не жми на курок Не жми на курок, сука У меня приказ Мучиться не будешь Блин, да что ж такое Осечка Сволочи Вы же защищать нас должны Опять ударник? Да, похоже на то Мама Черт, черт Мне еще рано умирать Наконец-то Как ты... Ты же таксист Ты меня до универа отвозил Что это вообще такое? Они мочат всех подряд Всех, кто был в универе Вытащили меня прямо из машины Боже Ты мне жизнь спас Как ты освободился? Пока Сам не знаю Столько людей погибло Потому что им было не наплевать на какой-то сарай А монарх не хотел, чтобы они рассказали о том, что видели Слушай Мне нужно в доке Знаешь, как туда попасть? Доке Ага, думаю, да И только скажи Чем помочь? Надо от себя Чтобы попасть в доке, нужно пройти через вон то здание Слава богу, ты живой А тот мужик, которого ты искал в универе Он выбрался? Нет Не совсем Чёрт, и что А я ещё доверял монарху Нельзя им такое спускать Ворота закрыты Здесь поблизости должна быть эта хрень О, эй, ворота открылись Ворота слишком быстро закрываются Это дело поправимое Обалдеть Ты сейчас... Ты кто? Ты из этих из мутантов, что ли? Это... Стоп Не паникуй Это... Охрененно вообще Так Неожиданная реакция Я знал, что вы есть Уж я-то всякого насмотрелся Хе-хе Как я рад, что ты за наших Так ты, это... Из лаборатории ЦРУ? Они тебе рассказали, что тут происходит? Я знаю только то, что мне сказал брат Время ломается И монарх с этим как-то связан Блин Это что, очередной Уотергейт? Заперто Должен быть другой вход Кажется, там окно наверху открыто Можно попробовать А ты жди здесь Эх, прям мурашки по спине А нас вы купили этот район в 2010-ом Да, только... Чего все тут радостно продавать вбелались? Чего тут не болтает? Что не то, что если... О, бизнки У меня даже теряны этот счет Эту штуку тоже можно перемотать У меня начинает получать Понял, да? В общем, все это место Получилось Было гигантным бром... Теперь... Эй, обо мне не забыл? А то я тут уже начинаю нервничать Хорошо, куда теперь? Эй, гляди, тут есть карта Сейчас посмотрим, как попасть в доки Охрана повсюду Знаешь что? Двигай через зону под названием Эпицентр Раньше там находилась мастерская моего брата Твоего брата? Думаешь, он тут при делах? Скоро узнаю Посиди пока тут Похоже, мне придется знатно пошуметь Мда... Шумы я не люблю Ладно Буду вести тебя по радио По третьему каналу Дай только дверь открою Идет Будь осторожным Вертолет мистера Сайвина Направляет... Эй, Кариса Это ты? Это штаб Альфа Чарли Как уверена, не засорять оперативный канал? Конечно Мы все еще не знаем местонахождение Джойса Говорят, его братик перед смертью визжал, как свинья Пусть только появится Он у меня еще громче заезжит Ах ты! Брррррel Бррст Бррррр Брррр Бррррр Реar Слышишь меня? Куда мне теперь? Склад поделен на две части Найти выход И иди по дорожке ко второму зданию Дай знать, как доберешься Хорошо Цель! А, черт! Это боец с градовиком! Иду к врату! Скотина! Может, поговорим? Конечно. Найдите со спины! Подтверждаю! Это боец! Опробуйте сбоку! Эти готовы. Дробовик к бою! Став, иду к цели! Прием! Прием! Немецкий занят! Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, таксист. Куда мне? Я Ник, кстати. Джек. Так, там на втором этаже есть дверь, ведущая на галерею. Но, чтобы открыть ее, придется отключить систему безопасности. Заперто. Как и говорил Ник. Нужно идти по волнистой линии. Джойс перебил весь отряд «Сторожка», а вы все еще не можете его найти? За что вам платят вообще? Чарли, скажи мне, где он? Что-что? Пожалуйста. Чарли. Склад Б-4. Ноги в русле. Склад номер один. Выполняйте. Пошли. Так, сигнализация отключена. О, а ты шустрый. Пошли, пошли, пошли! Кажется, это черт. Он тут повсюду! Какого черта? Нет! 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 Атакуем цель! Это строй! Насойдите! Слышайте! У-у-у! У-у-у-у! Ну ладно, блин! Ник! Я на мосту! А, эм, судя по карте, ты около склада частиц Мейера Джойса и добывающей техники. Частиц Джойса? Они пользуются исследованиями моего брата. Твой брат? Ты не думаешь, что он работает на... Я... Я не знаю, что и думать. Пол затеял что-то крупное. Очень скоро концентрация хрононов упадет до уровня, при котором эпицентр потеряет актуальность. Я готовлю презентацию по всем ключевым пунктам. Все должны с ней ознакомиться перед тем, как... Вижу цель! Это тот паренек из инверситета! Добрый день, и я доктор Сарфеи. За последние шесть годы монарху удалось добиться технологического прорыва в области применения частиц Мейера Джойса. Добрый день! Еще бы чуть-чуть. Мик, я на складе добывающего оборудования. Вышеда на поверхность не вижу. Когда будешь готов, двигай на верхние уровни. Здесь выхода нет. Надо подняться наверх. Надо найти что-нибудь, что поможет забраться наверх. Вот это лифт. Эй, Джек, я тут нашел несколько файлов о твоем брате. Монарх начал следить за его работой еще в 99-м. А в 2010-м они вынудили его продать в мастерскую и организовали вокруг нее какую-то добычу хрононов. Чем здесь занимался Уэлл? Эти годы, 1999-й и 2010-й, они постоянно встречаются в файлах. Но кое-что я заметил. 2010 минус 1999, получаем 11. Умножаем на 2010, переворачиваем. 0-1-1-2-2. Пусть не точно, но не хватает всего пары цифр до нашего почтового индекса. Ага, держи меня в курсе. Ладно, я уже близко. Так, в какой стороне мы... У меня этот чемоданчик из машины Улима Джойста. Разложил содержимое в трейлере. Мне все просмотреть? Нет, нет, Сайрин хочет посмотреть пермом. Пока что ничего не трогай. Так, теперь к трейлеру подведено питание. Там раньше было плохо? Нет, плохо сейчас. Так. Все очень плохо, и Бобби очень зол. В общем... Люди Пола достали чемоданчик из машины Уилла и вытряхнули содержимое на стол. Уилл говорил, что для ликвидации разлома ему было нужно что-то из чемоданчика. Но там ничего не было, кроме телефона и ключа от бассейна Брэдбери. И что с ним было делать, непонятно. Джек, это Бет. В монархе засекли, как какой-то идиот заходил на фейсбук с терминала службы безопасности. Я очень надеюсь, что этот идиот сейчас не с тобой. Ник, надо за ним вернуться. Не надо. Я его подберу. Где ты? Направляюсь в доке к Полу. Забудь про Сайрина. Я вытащу тебя оттуда. Встречаемся в доках. Монарх использует первый канал. Слушай их, чтобы не заставить разборку. Еще один. Пронесло. База. Около зоны добычи произошел взрыв. Угадайте с трех раз, кто его устроен. Чарли, не заставляй эфир. К группе ударник занять оборону вокруг эпицентра. Вас понял. Я сразу узнал мастерскую Уилла по старому рекламному счету над ней. Враг! Район, который мы называем... Мастерская была явно важна для Монарха. Я хотел узнать, что в ней. Тем более, я не видел другого выхода в доке к Сайрину. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вроде все. Подкрепление возле зеленой зоны. Вижу цель. Играет музыка. Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Магазин пуст! Огневая подвеска! Ударник один. Суть по всему, сколько будет зависание. Защитник, остановите Джойса до начала взлетания. Белевая зона под угрозой. Вам идет Тигр с подмогой. Тигр на подходе! Ворота закрыты! К черту! Иду на пролом! Сумахеры хреновы! Пол разработал технологию, позволявшую двигаться в зависаниях. Он знал о разломе, готовился к нему. Но не пытался его предотвратить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уилл вам не рассказывал, чем именно занимался в той мастерской в эпицентре? Нет. Эту часть своей жизни он от меня скрывал. В такой дикости я оказался совершенно не готов. Но она и сравниться не могла с тем кошмаром, который здесь разыгрался позже, чем провела. Какого черта? Что это? Какого черта? Что это? Это уже случилось. Какого хрена? Я специально заказывал необий титан с медным покрытием. Уилл. Это невозможно описать. Уилла не было. И? Одновременно он был повсюду. Это его вторая жизнь, о которой он не говорил. Все, от чего он меня оберегал. Оно все было вокруг меня. Загадка. В плену обломков времени. Мы все были уверены, что он пустил свой грант на ветер. Погубил свою карьеру ради какого-то бредового провального эксперимента. Он нас сам в этом убедил. Но то, что он здесь построил, оно работало. Работает. Работает. Продлите мой грант еще на год. Пожалуйста, не делайте этого. Противовес. Господи, только мы сработали. Уилл. Ее не стало. Пойдем со мной. Мы выживем. Нет. Только ты видела то же, что я... Не надо. Нет. Отдай прибор. А вдруг ты ошибся? Я знал, что произошла какая-то ужасная ошибка. Но все перепуталось. Как неразрешимая головоломка. Нет. Я не знал, что думать. После мастерской вопросов стало еще больше. События в университете были лишь частью чего-то большего. Чего-то, что началось 17 лет назад. Так, доки. Попасть в доки. Еще немного. Мне нужен пол. Я никуда не полечу. Пока Джек еще здесь. Его надо... Пол? Ты в критическом состоянии. А еще стресс? Без процедуры? Без процедуры? Ты знаешь, что может случиться. Отправляйся на остров немедленно. Я подготовлю прибор. Придешь в форму как раз к началу приема. Вынужден с тобой согласиться. Сама забота. Подготовьте мой вертолет. Нет. Так просто тебе не уйти. У Пола был хроносиндром. Он дольше меня прожил с хроноспособностями. Но в них ли дело? Я не знал, болен ли сам, или это из-за путешествия во времени. В любом случае, это его нисколько не оправдывало. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Поговорим сегодня на приеме. Прием. Тут конец света на подходе, а вы гулянку затеяли. Конец времени не означает конец моих планов. Хватит. Я не собираюсь с тобой встречаться. Я уже видел, как это происходит. Что ты видел? Ради чего все это? До скорого, Джек. Нет! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сэр! Пол! Стой! Вернись! Стоп тебя! Не стоит. А-а-а! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СТОК СТОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Субтитры создавал DimaTorzok Зависания усиливались. Части пространства внезапно перемещались вперед-назад. Мне казалось, что хуже уже некуда. Мы оба знаем, что это не так. Больно должно быть! Нужно валить отсюда! Господи! Ты бы поосторожнее, Джек. Лабиринт какой-то, блин. Ладно. Нужно уйти. Нет, 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 нет! Хватит! Вперед, 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 вперед! Как же выбраться? Нет, 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 нет! Вперед, вперед! Субтитры создавал DimaTorzok Бет отправилась мне навстречу. Я подозревал, что ее заморозило где-то поблизости от доков. Я же просила тебя не делать глупостей. А я не слушал. Так, начинай слушать. Забирайся. А если я тебе не верю? Так пристрели меня. Так, извини, но я забираю фургон. Это за то, что не слушал меня. Ай! Хочешь остановить скачки времени? Без меня никак. Ах, да, и за лишний груз сзади спасибо. Чувствую себя гребаной нянькой. Я ее боюсь, Джек. Я еду, я и ставлю песни. Смирись. Любимая песня? Что вас навело на бассейн? Уилл говорил, что в портфеле что-то важное. А там оказался только ключ с биркой бассейн Брэдбери. Наша единственная зацепка. Ах, уже здесь. И что твой брат забыл в этой дыре? И здесь очень удобно что-нибудь прятать. Давай, рассказывай все, что знаешь. Я знаю, что твой брат сделал средство против разлома. И что мы должны найти его. И что Монар хочет нам помешать. Тем не менее, на тебе их униформа. Форма у них удобная. Согласен. Я внедрилась к ним для сбора информации. Ты об этом знаешь несколько часов, а я готовилась, считай, всю жизнь. И вы даже не знали, что владелец Уильям? А что я вообще знал про Уилла? Надо найти противовес твоего брата. И срочно. Чем шире будет разлом, тем хуже будут аномалии. К тому же Монарх ищет тебя по всему городу. Закрыто. Джек, тот ключ из чемоданчика Уилла... Ключ не подходит. Так, поищу другой вход. Давай быстрей. А я послежу, чтобы нам не помешали. Хочешь что-то сказать, Ник? Ты же работаешь на Монарх. Слышала теорию почтовых индексов. Эй, я нашел проход. Так слушай, что если я скажу тебе, что все планы Монарха вертятся в одну... Черт. От этих зависаний не избавиться. Уилл хранил здесь личные вещи. Неудивительно, что ты всегда носился с безумными идеями. Бассейн принадлежал тебе с 1999-го? Почему же ты мне не сказал, Уилл? Так, 17 мая 1998-го года, говорит Уильям Джойс. Я впервые испытываю машину на животных, а именно на моем любимом хомяке Шрёдингере, чтобы... Куда? Где он? Куда он делся? Блин. Какого черта ты тут делал, братец? Отправлял крыс путешествовать во времени? Хорошо. Ну что ж, мы, наконец, отправляем Шрёдингера в машину по коридору по часовой стрелке. При этом он должен перенестись на пять минут в будущее, то есть появиться вновь ровно через пять минут после попадания в машину. Прошло три минуты, никаких признаков Шрёдингера. Отличный знак. Две минуты осталось. Итак, судя по всему... Да, точно, он просто посидел... Платежка на 12 тысяч долларов за грузоперевозки. Не похоже, чтобы отсюда только старые коробки вывозили. Тема моего эксперимента, мой хомяк-дебил. Так, машина креется, второе испытание можно будет начать примерно через пять минут пятнадцать секунд. Теперь ясно, что самым точным испытанием будет путешествие в прошлое. Машина настроена на пять минут назад, а это значит, что он теперь побежит по коридору против часовой стрелки. А когда добежит до другого... Твою мать! Чтоб меня сработало! Это же доказательство того, что я передо мной хомяк из будущего, который вернулся на пять минут в прошлое. Шрёдингер, познакомься с собой из будущего. Так, укусил меня засранец. Снова в эфире Бобби Рэдфорд с новостями. Мы получили официальное заявление, и, ну, вполне ожидающий, типичная пресная фигня ни о чём. В двух словах. Насколько им известно, произошёл несчастный случай. Наверное. Как успехи? В процессе! Хорошо, давай осмотримся. Внизу. Наконец-то. Эта записка адресована мне. Четвёртый июля 2010-го. Бэт Уайлдер, это видео для тебя. Ты убеждал меня не ходить в мастерскую, но я не мог всё оставить. Вернулся забрать его, а там как ураган прошёл. Противовес исчез, и его забрали, чёрт. Какого? Сейф пуст. Мне надо знать, у тебя он или нет, потому что если он попадёт не в те руки, его сила неизмерима. От него зависит наше будущее, жизнь людей. Неужели мы старались зря? Ты знаешь где я? Пожалуйста, поторопись. 2010-й. Ё-моё. Что это было? Он записал это для меня в 2010-м? Что за чёрт? И сказал, что противовес исчез? Хреново. Надо разобраться. Давай искать дальше. Помоги отодвинуть. Джек, на видео твой брат обращается ко мне. Но я никогда в жизни его не встречала. А он, видишь, уверен, что его противовес у тебя. Если бы. Но он сказал, что 4 июля 2010-го года противовес у него украли. Ну, я надеюсь, тут мы узнаем, кто это сделал. Право нажать на кнопку принадлежит тебе. Твою мать. Это же... Да, похоже на то. Вторая машина времени. Это всё меняет. Если она заработает, то и противовес не потребуется. Мы просто всё исправим. А что, если вообще предотвратить разлом? Вернёмся во вчера. Всё наладим ещё до того, как вся эта хрень начнётся. Никто не умрёт. Пол не полезет в машину. Монарха не будет. То есть разлома не будет. Подожди, Джек. Надо это как следует обдумать. Так не... Я войду в машину, как пол в университете. Я помогал её настроить. Запустить ядро, установить коридор и потом просто ввести дату. Это возможно, Бет. Не уверена, что мы обойдёмся без противовеса. Но ты прав. Машина нам понадобится. Вот именно. Начнём с ядра. Чё за нах? Я видел эскизы этой машины у него в мастерской. Видимо, он спрятал её тут. Эй! Кажется, я могу обнулить ядру отсюда. Ты точно понимаешь, что делаешь? Без понятия. Но я помогал Полу налаживать машину в университете. Из-за чего разломы возник. Слушай, Уилл знал, что расчёты не верны. Надеюсь, это означает, что он знал, что делает. К ней Уилл нас и ввёл. Надо её испытать. Первонаперво, ядро. С её помощью мы можем найти противовес. Сейчас увидим. Всё ещё обнуляется. Ядро готово. Надо запустить его из будки управления. Кажется, всё управляло прямо тут. Была, не была. Что? Что это было? Всё нормально. 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 Она работает. За правду работает. Хорошо. Теперь запустим коридор. Ах, ты только глянь! Коридор. Он запускается ключом. Ключом Уилла. Слава богу. Ох ты ж! Вы видели! Это ключ Уилла так сделал? Да. Он оставил ключ от машины времени в багажнике своего драндулета. Ха! Это мой брательник. Это не к добру. Чёрт! Только бы машина ещё работала. Нет, 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 нет. Что? Чтоб тебе! Не знаю! Всё же работало. Попробую ещё. Чёрт Ас-2! Ты сам всё видел! Машина неисправна! Мы этого не знаем. Ты не подготовлен. И ты ничего не исправишь. Только сделаешь хуже. Сам знаешь. Нельзя же вообще не пытаться. Терять близких тяжело, я понимаю. Но тут мы бессильны. Нам машину не починить. Но я знаю, кто сможет. София Эмерал. Учёный из Монарха? Я видел запись с ней возле эпицентра. Главное, по хроноисследованиям. Она будет на банкете в Монархе, но там такая охрана, что муха не пролетит. Это если без приглашения. Ол сказал, что ждёт меня на этой вечеринке. Боюсь, он это не по-дружески сказал. Джек, нет. Нет. Когда я заново переживал прошлое, будущее казалось таким ясным. Но с момента моего отбытия всё изменилось. С тех пор я жил, опираясь лишь на план и на видение. Я знал, что Джек придёт ко мне. Я это видел. Но я не знал, почему именно. И как всё закончится. Вот он. Ты был прав. Будущее в моих видениях не всегда чётко, но они не врут. Кстати, о лжи. Джойс говорит, что нашёл машину времени брата. Мы 17 лет её искали, а он находит меньше, чем за день? Да, звучит сомнительно. И всё же, мы знаем, что она существует. И не знаем, что успел рассказать ему брат. Но если он вправду её нашёл, зачем ему приходить к тебе? Спорю, он блефует. Вероятно, но мы так и не нашли машину. А найти её надо. Если Джек знает, мне надо поговорить с ним. Доктор Джойс мог бы ответить на этот вопрос. Уильям слишком много знал и был слишком упрям. Думаешь, этот обозлённый молодой человек будет заговорчивее брата? Джек был твоим близким другом. В тебе говорят эмоции. Не поддавайся им. Не буду. Не стоит забывать причину, по которой мы сегодня здесь. После случившегося люди должны знать, что мы всё держим под контролем. Только ты сможешь убедить их. Оставь Джойса мне, а сам сосредоточься на презентации. Мартин, я знаю, что на кону. Не рыпайся. Вот и ты. Захотелось взглянуть на жизнь вероломных ублюдков, которые к тому же так вежливо меня пригласили. Что будем делать, Пол? Я мог попробовать достучаться до Джека, открыть ему глаза, или отдать его Хэтчу, чтобы ничего меня не отвлекало от управления монархом. Я полагаю, корень ошибок в излишних надеждах. А мы с вами оба знаем, мистер Джойс, что ошибки часто приводят к катастрофе. Вынужден обратиться к вам, мистер Джойс. Но от моего старого друга придется избавиться. Похоронить вместе с остальным моим прошлым. Сегодня, вопреки грядущей тьме, мы празднуем. Празднуем потому, что, как я и обещал, мы готовы к ней. Под моим руководством монарх станет только сильнее. План будет исполняться, как задумывалось. Я был в прошлом. Пытался изменить будущее. Скажи мне вот что, Пол. Было время, когда я доверял Джеку больше, чем кому бы то ни было. Это был мой единственный шанс его убедить. Что, блин, значит, никто не видел стрелявшего? Но если не произнести речь, то вся моя империя начнет трещать по швам. На этой стадии заминки недопустимы. Поговори с ним, узнай, что знает. Потом избавься. Ты сама доброта, Толстасун. Я знаю, ты считаешь, что я свожу личные счеты. Но они остались далеко в прошлом. И мне нужно готовиться к выступлению. Я видел, к чему все придет. Я наблюдал конец времени. Я сбежал от него аж в 1999-й, где все и началось. Я пытался изменить судьбу. И этим сам же запустил ее маховик. Время рвется. В монархе все знали заранее. У них есть план. Называется протокол Ковчег. Он может нас спасти хотя бы некоторых. Ты, Мартин, лицо монарха. Уже много лет. Но давай кое-что проясним. Я все еще капитан. У тебя в голове туман. Тебе пора на процедуры. Тебя там ждать? Меня? На вечеринке? Если хочешь, пойдем вместе. Что вам нужно? Всех, кто могут указать на монарха. Пошел ты. Стой! Пропал сигнал из фургона с Джейком Джойсом. Просто найди его. Отойди. Быстро! Лиам, ты все неправильно понял. Нет. Нет. Ушел. Нужно срочно задержать Лиама Берка. Он вооружен и опасен. Руки! Выкиньте! 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 Дыши. Выкиньте! Выкиньте! Процедуры теряют эффективность. Неправда. Нет, я должна придумать что-то новое. Сегодня вечером ты должна отдохнуть. Ты себя не бережешь совсем. Я получила данные по временным аномалиям. Они становятся чаще и длятся дольше. Они пройдут, я же говорил. Есть вероятность, что ты видел что-то не так. Я видел как есть! Мне надо приготовить мою речь. София. Не волнуйся ты так. Чарль, а что ты совсем не пьешь? Я просто не в том настроении, чтобы много пить. Тяжелый денек? Да. Да. У меня тоже. А что у тебя? Много всего сегодня случилось. Пришлось разбираться с внутренними делами. Внутренними делами? Ага. И мне ничего не расскажешь? Ну, они же внутренние. Чарли. Хорошо. 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 Сегодня я помог поймать предателя. Предателя? Это поэтому столько шума было? Да. Моих рук дело. Кто это оказался? М? Кто это? Кто это оказался? Кто в смысле, кто был предателем? Я не могу. Что? Я не могу ни с кем обсуждать это. Просто ты это преподнес так драматично. Что? Пожалуй, я не могу больше ничего тебе рассказать. Честно. Не шучу. Ну, я просто подумала, ты хочешь со мной поделиться? Я пойду попудрю носик, так что поскучаешь че-то, ладно? Пообщайся. Выпей для начала. Ладно. Хорошо. Хорошо. На. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Правый ответьте. Доложите обстановку. Говорит, правый. Все чисто. На подробнее. Спасибо за ствол. Доктор Эмирал. Мартин. Мне нужна помощь. Он тебя послушает. Пол. Думаешь? Мы в большой опасности, а он не понимает. Не хочет понимать. С чего бы это? У нас есть разногласия, но тебя явно беспокоит будущее монарха. Тебе не все равно, что случится. Если наступает нулевое состояние, что-то надо делать. И какие же варианты? Ты сам знаешь, какие. Послушай, София. Дело не в том, поверит ли Пол мне. Просто я не верю тебе. На мой взгляд, твой подход контрпродуктивен. Ты настраиваешь Пола на катастрофу. Морочишь ему голову апокалипсисом. И, честно говоря, я бы на его месте не доверил тебе такой ответственный пост. Потому что мне действительно не все равно. Чего ты так отчаянно боишься, Мартин? По-твоему, я чего-то боюсь? Что случилось? Ничего. Мы просто болтали о разном. Тебе скоро выступать с речью. Приятного вечера, доктор. Ладно. Ладно. Эй, ты же Крокер, верно? Эй, Крокер! Крокер! Мне срочно надо посрать. Чёрт, ну давай же! Крок! Крокер! Ну же, Крокер! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ай, господи! Вон там. Кто? Вон та женщина в жеребе, готова поспорить. Неплохой выбор, но спорю, что он тот, который типа Райан Бослинг, разговаривает с Джорджем Клуни, весь такой с крутыми запонками, болтает о фондовой бирже. Ричард, где я тебя носила? Забыл приглашение. Да что ж ты такой рассеянный? В общем, я не рассеянный. Уп, здрасте. Да. Ага. Тянет? Нет. Бам! Я тебе говорила. Что ж я так в штуку проигрываю? Вообще больше не пью. Нет, правила есть правила. Правила надо соблюдать. У тебя еще одна шпажка. Ладно. Хорошо. Ладно, сделаем. Вообще-то терпеть не могу это все. Ты справишься, дружище, справишься. Спасибо за поддержку. Отличненько. Спасибо. Хоть бы не совсем сухую проигрывание. Хочешь пройтись? Ага. Хорошо. Ладно, дамочка. Я возьму свою шпажку. Я свою тоже захвачу. Крокер, 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 крокер. Ладно. Эй, дружище, крокер, крокер, крокер! Клёрк! Крокер! Эй, приятель. Слушай, слушай. Если мне придется войти, ты, блин, пожалеешь. Послушай, это все гребанное недоразумение. Я завтра выйду. Я... Я замолвлю за тебя словечко. Помогу с продвижением. Все, что я прошу, просто отведи меня в долбанный сардир. Иди к задней стене. Черт, спасибо, друг. Спасибо тебе. Давай, 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 давай. Спасибо. Заткнись. Медленно подходи. Ага. Черт. Ты же не против, что мы ушли? Прежде всего, я вообще не особо хотел идти. Ладно. Тогда зачем пошел? Потому что кое-кто меня заставил. А-а-а. Это еще что? Похоже на динозавра в шлеме. Ну да, лучше и не скажешь. Слушай, а мы куда? Нам вообще сюда можно? Да, сто пудов. Ладно. Хорошо. И чем бы ты сегодня занимался, если бы мы сюда не пошли? Что, если бы не пошел на вечеринку? Да. Ну, я бы отменил все свои мега важные дела. А-а. Ну, и пошел бы поработал. Тебе не кажется, что ты трудоголик? Не плохой ответ. Ну, нет. Я имею в виду, что я... Это не ощущается, как работает. Я... Я люблю возиться с компами. Ага. Я чувствую себя на своем месте. Ты тоже постоянно работаешь. Не меньше меня, на самом деле. Тебе не кажется, что, может быть, ты работаешь чуточку многовато? Может быть, не знаю. Я не знаю. Думаю, да. Ладно, стоять! А-а-а! Ох ты, говнюк! Эй, погоди! Тебе всего-то было, надо впустить меня в лабораторию! Ты предал, монарх! Что мне еще оставалось делать? Ты что, вообще не в курсе, что творится? Мне нужно туда попасть. Там есть нечто важное. Протокол Ковчег. Ты работаешь с Бэт Уайлдер. Я уже тебя видела раньше. Ты ее знаешь? Из-за нее я здесь. А без пушки все еще никак? Никак. Давай, жирее. Какой ты славный, малый. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Да, точно. Конечно. Ясно, ясно, ясно. У вас же не получится, а у меня особый талант. Рад, что его так ценят. Пожалуйста. Это здесь? Что это? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да что это такое? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хрономутированный организм. Чрезвычайно агрессивный. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я таких только слышал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Организм? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, кто я? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Это еще как понимать? Блюду интереса монарха. Занимаюсь тем, до чего Полу, так сказать, нет дела. Вы его помощник? Не все так просто. А так и не скажешь. Я мог бы выразить вам соболезнования насчет брата, а вы, вы пошлете меня подальше. Еще я мог бы сказать, что Пол хочет уберечь вас от такой же участи. Вы меня тоже пошлете. Лучше я скажу, что между мной и Полом есть различия. Пол, он... У него еще есть надежда на лучшее. А я по натуре реалист. Проблема вот в чем. Я полагаю, корень ошибок в излишних надеждах. А мы с вами оба знаем, мистер Джойс, что ошибки часто приводят к катастрофе. Пол очень опасный человек. Практически фанатик. Если его не остановить, ситуация так и будет катиться в пропасть. Вынужден обратиться к вам, мистер Джойс. Я надеюсь, что мы сможем найти общий язык. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кем он был? Моим учителем, колледжем и наставником в монархе. У меня был трудный период, а он меня выручил. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Понял. Вроде бы. Я думаю, это файл призрак. След массового сирания файлов. Кто-то был здесь. Я нашел регулятор хронополя. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Подожди, стой. Вот черт. Это же отчет доктора Эмерал. Что там? Зависание. Они... Они происходят все чаще. Что такое зависание? Чем чаще зависание, тем ближе разлом. Так. А что за разлом? Во времени. Нулевое состояние. Все замирает и больше не идет. А протокол Ковчег может спасти нас? Без понятия. Но... Но регулятор хронополя это основа хронотехнологии Монарха. На нем все завязано. И... Он как-то связан с Ковчегом. Нам пора. Ну подожди. Нет, 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 нет. Живо, живо. Сюда, сюда. Чарджи, давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нет, нет, не надо, не надо. Тоже замлешь. Фиона. В лаборатории защиты от зависания. Что здесь? Это зависание? Ты куда? Там были хроножилеты. Они нам помогут. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Твою мать! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Надень! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok